Есть такая удивительная профессия – воспитатель детского сада. Да, это именно они работают в необыкновенном мире детских улыбок и непрестанных почему. Они всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь, они любят детей и открывают для них окно в прекрасный мир, в котором им предстоит жить. Конкурс «Воспитатель года» – отличная возможность для совершенствования и творческого роста педагогов. К конкурсу предшествовала серьезная подготовка. Конкурсанты подготовили интернет-портфолио и сочинение эссе, которое оценивала конкурсная жюри. Это был заочный этап, по итогам которого выбрали 15 лучших. Именно они прибыли в сказочный город – Славянский детский сад номер 4, чтобы побороться за почетное звание победителя конкурса «Воспитатель года». Вы сейчас думаете, что вы соперники друг с другом, нет, вы соратники. Конечно, вы должны членов жюри удивить своими творческими идеями, харизмой и так далее. Но главное, вот скажу банальность, но все-таки это главное – постарайтесь получить от этого удовольствие. Все будут вам желать – расслабьтесь и получите удовольствие. Затем состоялась жеребьевка, в ходе которой участницы конкурса определились с очередностью своих выступлений. Творческая самопрезентация стала весомой заявкой на успех в конкурсе. Участницы пели, рассказывали стихи, раскрывали детали своего видения профессии. Кроме того, состоялся профессиональный мастер-класс. В финал конкурса вышли шесть участниц – самые знающие, умелые, любящие свою работу. Им предстояло показать свой профессионализм в занятиях с детьми. Дети были для них незнакомые, и в этом определенная сложность. Но конкурсантки преодолели трудности, почти сразу находя общий язык с детьми и увлекая их за собой в мир игры и получения новых знаний и навыков. Что мы будем говорить? Какие слова? Фиксики, перейдите к нам в гости. Для чего они к нам должны в гости прийти, Никита? Поиграть. Класс. Согласны все? Фиксики, приходите в гости к нам поиграть. Нормально? Все будем говорить, или один кто-то? Все вместе? Или один? Все вместе. Запомнили слова? Фиксики, приходите к нам в гости, будем играть. Уверенно и ярко провела занятия с детьми Татьяна Мастафина, сумев сильно заинтересовать их своей темой с фиксиками. Дети с большим энтузиазмом играли, отвечали на вопросы. Жюри по достоинству оценило это занятие. После круглого стола, который прошел в виде чаепития, где в непринужденной форме финалистки обсуждали животрепещущие вопросы работы с детьми, состоялось подведение итогов. Жюри, учтя результаты всех конкурсных этапов, вынесло свое решение. Призером конкурса «Воспитатель года-2017» стала Юлия Ласко из 5-го детского сада. Она участвует в конкурсе уже второй раз и в нем особенно ценит возможность обменяться опытом. Здесь участвуют все детские сады района, мы все делимся опытом, мы принимаем чужой опыт и передаем свой. Призер конкурса Лариса Дэй, музыкальный руководитель из 52-го детского сада, всю свою жизнь связана с детьми, воспитывает и своих четверых. И работает она с огоньком. Как меня муж дома называет, женщина-праздник. Ну вот я должна быть всегда с хорошим настроением, хорошо выглядеть, всегда с позитивом идти к детям, чтобы им принести этот позитив и от них получить то же самое. Татьяна Мастафина уже в третий раз участвовала в конкурсе. Прошла его вдохновенно, с большой самоотдачей и по праву стала победителем. Очень приятные чувства, которые просто переполняет. И наконец-то доказал всем, что мы можем. Мы – это мой детский сад. Они приложили огромное усилие, творчество. То есть это работа была коллективная. И я считаю, что когда ты идешь к победе, у тебя должен быть этот коллектив. Потому что это не просто только я, как воспитатель выступаю. Я представляю все-таки и интересы своего детского сада. Был отмечен и большой вклад в организацию конкурса коллектива 4-го детского сада. Славянский конкурс «Воспитатель года-2017» стал запоминающимся событием. Это еще одна ступень в развитии дошкольного образования. Конкурс, как всегда, был замечательным. Но особенностью этого года стало то, что наши воспитатели показали просто действительно великолепный профессионализм. Потому что то, каких вершин мастерства они достигают, раньше мы такого не видели. То есть новые стандарты, на которые перешла вся страна. Совершенно недавно воспитатели доказали, что они владеют новыми технологиями и успешно применяют их в своей практике. Победитель славянского конкурса Татьяна Мастафина будет представлять наш район на краевом конкурсе. У нее есть все достоинства, чтобы выступить на высоком уровне. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».